8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. Праздник приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями брака. В этот день принято чествовать семейные пары, которые имеют долгую историю совместного союза, в основе которого лежат любовь и верность. История одной из таких тверских семей в нашем материале. Союз Сергея и Елены Новиковых это не только тандем семейный, но и профессиональный. Вот уже несколько лет супруги развивают на территории Твери детский автоспорт. Сергей тренер, Елена президент Федерации автомобильного спорта Тверской области. Под их крылом около 60 подопечных в возрасте от 8 до 18 лет. Автоспорт он очень сложный. Мало того, что нужна тренировка, нужна техника. Техники в школе нет, к сожалению, поэтому техника все это на нас висит. А началось все 40 лет назад, в далеком 1979 году. В то время будущие супруги работали на Тверском заводе электроаппаратуры. Сергею было 20 лет, Елене 18. Между ними случилось то, что обычно принято называть любовью с первого взгляда. Впрочем, сами они описывают знакомство куда прозаичнее. Была маленькая, худенькая, стройненькая. Все были молодые, бесшабашные. Как-то так. Ну, вот же работали вместе. Чего, каждый день виделись, каждый день ходили друг мимо друга. У нас товарищ тоже был такой, Сергей Авдеев. Он как-то говорит, ну что, будешь жениться-то или нет? Или отобью. Я говорю, ну давай попробуем. Как-то так вот мы. Отбить у Сергея Елену не получилось. Молодая пара поженилась через полгода знакомства. А уже через год родился первенец Владимир. Второй сын Андрей появился на свет спустя пять лет. И все как-то между делом, рассуждает Елена. И рождение детей, и окончание обучения в институте, и получение второго образования. Своим ходом и чередом. Наверное, потому что всегда рядом любящий человек, который во всем поддерживал и помогал. Трудности, конечно, как и во всякой семье. Воспитание детей, трудности. Тем более два мальчишки росли, папа постоянно по командировкам ездил. Вот. И, конечно, всякое было. Ну, как-то мы, я говорю, у нас очень большая и дружная семья. Как-то мы сплотились вокруг и друг другу помогали. Поэтому вот особых трудностей таких сказать, что там были какие-то годы. В основном трудности были в стране трудности. А как-то в семье мы обходились, старались особо на это внимание не обращать. На протяжении последних десяти лет супруги работают в спортивной школе «Лидер». По сути, автоспорт в нашем регионе держится именно на этих людях. Воспитанники школы регулярно занимают самые высокие места на городских, областных и всероссийских соревнованиях. Однако при всех успехах есть и проблемы, говорят супруги. Главное из них – отсутствие должной материальной технической базы. Например, долгое время Сергей Новиков добивается выделения средств на строительство ангара для машин. Сейчас они стоят у него на заднем дворе. Но пока безрезультатно. Сам я на эвакуаторе, на тренировку их гружу. Встал в 7 утра, загрузил, привез, разгрузил. До пяти вечера отработал, привез сюда и разгрузил. Ну, это, понимаете, в 62 года уже это тяжело. Когда мы начинали, мне было 50. Тем не менее, несмотря на все сложности, супруги Новиковой не оставляют свой любимый спорт. Более того, по стопам родителей пошли и оба сына. Сейчас у Сергея и Елены уже есть внуки, их трое. А еще дома живет любимец семьи – лабрадор Нильс. Именно вот в такой большой дружной семье, где каждый друг друга поддерживает и любит, и видит секрет счастья Новиковой. И молодым парам Сергея и Елена в основу благополучной супружеской жизни советуют в первую очередь закладывать человеческие взаимоотношения. Готовность всегда прийти друг к другу на выручку, понять и поддержать близкого человека. Тогда преодоление любых трудностей будет по плечу.